Привет зритель, ставим лайк и поехали! Принято считать, что самая хорошая память у детей и в юности, а в зрелом возрасте она начинает слабеть и давать сбои. Склероз, смеемся мы в 35 лет, но постепенно в этой шутке остается все меньше шутки. Можно, конечно, смириться и плыть по течению, однако ученые установили, что объективных причин для ухудшения памяти, связанных с возрастом, не так уж и много. Только в совсем преклонном возрасте после 75-80 лет начинают происходить физиологические процессы, ведущие к постепенному утрачиванию кратковременной памяти. Главная причина ее ухудшения в более молодом возрасте состоит в том, что, взрослея, мы все меньше ее нагружаем. Школьники и студенты переваривают сумасшедшие объемы информации, пока учатся. Окончив институт, взрослые люди расслабляются и, наконец, пожинают плоды своей учебы. То есть, спокойно себе живут, уже не утрамбовывая в свои головы лишних знаний. Конечно, свежеиспеченные специалисты еще некоторое время совершенствуются в профессии, многие учат иностранные языки, но разве можно сравнить эту нагрузку на память с той, что была в институте? Можно ли избежать затухания памяти? Можно, убежденно говорят психологи и врачи. Учитесь. Память подобна вашим профессиональным навыкам. Если водитель не садился за руль несколько лет, то он будет медленно и постепенно восстанавливать свои умения. С памятью также, чтобы она отлично работала, нужно не терять навыков и постоянно ее использовать. Учить что-то новое – это не только лучшая разминка для улучшения памяти, но и расширение горизонтов и новых возможностей. Логика друг памяти. Логические игры, головоломки и задачки – это просто аналог спортзала для ума, в котором можно прокачать в том числе и память. Шахматы, судоку или кроссворды – выбирайте, что вам больше по душе. Любой из вариантов – нескучный способ тренировать память. Визуализация – лучший способ запоминать информацию. Об этом известно большинству людей, интересующихся развитием данного навыка и исследования ученых со всего мира тому подтверждение. Так что если вы долго не учились и вашу память нужно срочно разогнать, используйте визуализацию, чтобы запоминать новую информацию лучше. Нас не зря в детстве пичкали рыбьим жиром. Он богат омега-3 и кроме длинного ряда всех позитивных изменений при его употреблении, способствует улучшению памяти. Ну а если в детстве вам все же удалось увильнуть от употребления рыбьего жира, а сейчас чувствуете, что зря – не расстраивайтесь. Исследования показали, что он способен улучшать память даже у пожилых людей, так что никогда не поздно начать. И еще одна хорошая новость – сейчас он доступен в капсулах и уже не противен, как в детстве. Осознанность – это психическое состояние, находясь в состоянии которого вы полностью понимаете и проживаете момент, в котором находитесь. То есть знаете, что вы делаете, почему, зачем и что вы при этом думаете. Согласно исследованиям в области психологии, такой подход к жизни снижает уровень стресса, а также улучшает умственные способности и память. Вы не только лучше запоминаете, но и с большей скоростью вспоминаете нужную информацию. Проверить такой трюк вам ничего не стоит. Учитывая, что подобная практика может принести позитивные изменения, если не в памяти, то в большинстве сфер вашей жизни. Расслабление. Также важно, как и тренировки – нельзя небрежно относиться к своему отдыху и игнорировать стресс. Ведь он не только ударит по здоровью, но и ослабит память, вместе с другими умственными функциями, например, способностью быстро принимать решения. Так что, перегружаясь до стрессового состояния и хронической усталости на работе, вы только понижаете свою возможность ее выполнять в будущем. Научно подтверждено, кофе помогает лучше запоминать информацию. Всего одна чашка кофе поможет разогнать мозг, позволит быстрее принимать решения и запоминать информацию. В том случае, если вы хотите избавиться от физической усталости, его действие проходит моментально. Но если речь идет о запоминании информации, то после прекращения действия кофеина эта информация с вашего мозга никуда не девается. Так что в вечных спорах о пользе и вреде кофе в этот раз популярный напиток победил. Кроме того, если вам очень важно уметь в нужный момент активизировать возможности своей памяти, учитесь обуздывать свои эмоции. Для этого есть масса методик. Вплоть до аутогенной тренировки. Но эта тема совсем другого рассказа. Впрочем, можно относиться к этому и философски. Хорошая память – это способность забывать ненужные вещи в нужное время, гласит известный афоризм. И это действительно так. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.